Ленчик, привет! Привет, Света! Да, ты такая прям вся отдохнувшая, видно, что с отпуска вернулась, загорелась, вообще классно! Спасибо, да, с отпуска это точно, и опять в своей рутины! Да, точно, да. Ленчик, расскажи немножечко о себе, вот сейчас наши зрители будут смотреть, и расскажи, где ты живешь, сколько тебе лет? В общем, живу я в Германии, с 16 лет, мне 43 года, у меня четверо детей, уже следующий год будет как 25 лет замужем, да, ну и вот так-то все хорошо, в принципе, дети растут, мы как бы стареем, время вроде и появляется для себя. Да, мы уже взрослеем, мы взрослеем вместе с детьми, стареем еще, подожди, еще рано! Ну да! Мы с тобой познакомились, сколько мы уже? Мы только год с тобой уже танцевали в клубе, а до этого... Мы знакомы с июля месяца прошлого года, да. Месяца прошлого года, прошлого точно, вот, больше года мы с тобой знакомы. Я просто немножечко расскажу, Лена пришла ко мне на программу коррекции веса, правда, не весь результат ее моя заслуга, только кусочек, только кусочек, вот. Лен, расскажи, какой у тебя был максимальный вес? Я, конечно, сейчас прикреплю фотографию здесь, но люди сейчас просто не поверят. Вот, скажи вот эту цифру, сколько ты была? 105. На какой рост? А рост какой? 154. В общем, двойная сейчас. Да, да, слушай, вообще прям. Слушай, а что способствовало набору веса? Вот что случилось? Он постепенно рос, или это рождение деток? Что способствовало? В общем, я как бы с детства, вот в 11 лет я как-то начала поправляться. И довольно-таки быстро. И уже к 16 годкам я такая была девочка, уже не девочка такая хорошенькая, да, в теле и все это. Ну и потом я вроде как бы за себя взялась. Я вешала тогда, наверное, 78 килограмм. Это было мне 16 лет, да. То есть уже тогда был такой огромнейший, да, перевесок. А что делала? Ну, потом она за себя взялась, начала меньше кушать. Ну, как ребенок, ну, 16-17 лет, да, ты же не думаешь о правильном питании, о ничем, ты просто начинаешь голодать, да, вот. Ну, что лучше всего помогает худеть? Голодание, да. Да, 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 да. И ты как бы и так вот начала, да, тут поголодай, тут меньше кушать, вечера не стала кушать, да. И все это самое. Вроде похудела я на 64 килограмма, но все равно не идеал была, да. Ну, а потом я познакомилась с мужем, вышла замуж, родила первого ребенка. С первым ребенком я добавила 27 килограмм. За беременность, да? Да, за беременность, ну и как бы... Как можно сбросить? Немного, немного. Сбросила, но не так уж, как хотелось, да, опять же. Потом я за второй забеременела опять 30 килограмм. То есть каждым последующим ребенком у меня было плюс 30, да. И в конце концов, что получилось, что маленькую родила, и у меня эти 30 килограмм остались, если я вешала 105 килограмм, и ходила вот такая ей уже три года, думаю, ну вес вообще не уходит, да. Ну вот что делать, да, никак. Три года, четыре, потом вроде думаю, нет, все, возьмусь за себя. Надо себя хорошую, видать, как-то форму-то приводить, хватит уже. А то на меня смотрят, как на бабулю, которая с дочерью и с внучей ходит, такая тетечка. Ну, я в первую очередь начала как бы заниматься на степоре, да. И я говорю, для меня это было что-то, для меня это было что-то. Я 15 минут, я выдыхалась, я правда, я вот... Ну, со временем, конечно, оно прибавляло, прибавляло минуты эти, но первое время, то есть это было. То есть ты сначала добавила кардио-тренировки. Да. Почему не пошла вот уже, скажем так, наработанным путем, вот, голод? Как ты уже худела, ты уже знала, как это, почему не пошла проверенным путем? Да потому что они назад ворачиваются, голодаешь, голодаешь, неделю голодаешь, через две недели добавлюсь. Ты поняла, что этот путь, ну, он не... Не, ну, это просто бессмысленно было. Ты поголодаешь, конечно, оно что-то уйдет, но оно же назад приходит. Ты же начинаешь опять же в ту же самую рутину попадаешь, когда ты кушаешь столько же, сколько ты раньше кушал, да. И этот голод тебе, получается, ничего не принес, да. То есть ты опять вернулась к тому, от чего ушла, да. А как ты к питанию подошла, что начала делать? А, к питанию я подошла в том, что я начала, например, такое, как... Колинитраты, это по-русски. Ну, в общем, как хлеб, лапшу, картошечку я стала есть только по утрам и... Как малистая, да? Да, в обед, да. Это я только стала кушать. А вечером там мяско, сахар старалась убрать, да. Вот это вот сахар я убрала сладкое редко очень, да. То есть я пять дней я питалась чисто вот регулярно. И только утром, например, у меня два кусочка хлебушка было, да, там масличка, кофе вот такой вот, да. В обед там нудельки, лапшичка, мясочка и вечером только мясо и салаты, да, было вот так вот. На выходные я себе давала слабинку, то есть я позволяла себе иногда что-то покушать другое, да. А всю неделю как бы держалась с одного питания, да, чтобы оно... И вот с этим начала я как бы терять, да. Сложно было? И я... Сложно было начинать? Сложновато. Сложновато. Лена, что тебя вот мотивировало? По-любому же тяжело, когда ты уже привыкаешь к какому-то образу питания, ты привыкаешь, что ты можешь в любом себе сладкое позволить. Ну вот я просто знаю, когда ты полный, ты вообще себе думаешь, ну а что толку? Все равно я полный. И ты привыкаешь прямо к этому, а потом начинаешь отказываться. Что тебя держало и вот мотивировало прям вот взять и начать? Почему ты не смирилась с тем, что... Ну вот знаешь, как многие говорят, генетика у меня, вот и все. Почему ты не махнула на генетику и все-таки пошла? Наверное, мое отражение в зеркале. Просто иногда ты смотришь, я говорю, я вот так вот... Правда. Лицо смотрю красивое же, да? Ну ниже. Это что-то. Поэтому это как бантик на волосы завяжешь, вроде волос не видно жидких. Так это вроде лицо нормально, а там бантик завяжем и все хорошо. Поняла. И все-таки... Хотя ты сбросила вот на таком питании, то есть ты... Я поняла, то есть ты... Что ты сделала? Ты просто убрала крахмалистые продукты больше на первую половину дня, да? Все остальное у тебя, в принципе, как в базовых, скажем, рекомендациях по нутрициологии... Ну да, естественно, ты меньше стала кушать. Я порцию себе уменьшила. Меньше стала, да, уменьшила. И вот я похудела на этом, была 65 килограмм, я стала вешать. То есть я вернулась к тому весу, который я была в 16 лет, да? Причем этот раз ты шла уже не голодая, а уже через нормальный сытый желудок еще иногда отступая от диеты, вот. Да. Да, и поэтому... Ну а потом, прежде чем прийти к тебе опять же, у нас началась пандемия. Когда все дома и все кушают. И ты, естественно, как мама, стоишь, готовишь на этой кухне целый день, да, уличного огня. Да, да. И, естественно, сам тоже вместе кушаешь. Ну, когда все рядом, да, и как-то стараются, ну, тоже и тут-то по булочку скушаешь, и тут-то, да, и все дома сидят. Так, я пропущу там, а пойду покушаю, никого дома нет, я свою покушала и все, и пошла. А когда все дома и все хотят сидеть вместе покушать, да, и ты же не сидишь пять минут быстро и пошел, да, ты сидишь со всеми разговариваешь, естественно, с этим у тебя. И аппетитик такой хороший появляется, и все, да. Вес начал расти, да? Вес начал расти, я дошла до восьмидесяти килограммов. Вот, сработало как? Сработало, да, в обратную, потому что, во-первых, все спортивные залы закрылись, да, то есть у тебя никакого выхода никуда не было, да. Тебе, ну, сидишь дома, да сидишь, но кому ты нужен, да, ну и ладно, можно кушать, да, без страшного, да. И вот набрала я восемьдесят килограммов. Потом пришла я в церковь свою, и там девочку увидела, она похудела, я такая, Танюша, как? Она такая, Лена, ну ты же за Светой в Инстаграме тоже смотришь и все, присмотрись. Смотрела, а теперь смотри внимательно. Ну и, в общем, я давай твои вебинарчики смотреть, слушай, думаю, слушай, а ведь в этом что-то есть. И поэтому пришла сразу на первый курс. Какой тебе результат был за первый курс, напомни? Тоже, по-моему, я потеряла восемь килограмм, да, наверное, что-то такое, да. А чем вот наше питание на курсе по программе питания, вот оно отличалось от того, на котором ты худела? Было ли отличие или это, в принципе, было то же самое? Естественно. Там я себе и вареницы позволяла, да. То есть раньше жизнь была гораздо лучше. И кофеточку там перекинули. Но не сказать, что лучше, но больше позволялось себе, да, потому что... Ну и я же говорю, то есть только ты начинаешь прекращать, и у тебя начинается, да. То есть у тебя охота, охота эти срывы опять же приходят, и все это приходит, да. Потому что ты себя ограничиваешь, да. Я говорю, если ты тут два кусочка хлеба съел, и ты не думал, что тебе еще к этому надо же помидорчик, огурчик, салатик, да. Чтобы у тебя полноценно это все было. Ты только так, вот, что тебе понравилось, ты съел, да. А вот когда к тебе пришла и начала слушать такие вебинары, думаю, да, правда, почему вот так, да, почему? И почему ты, покушав это, да, ты все равно еще хочешь кушать, да, и ты себя держишь, просто голодаешь, да. Ты просто голодаешь и держишь, потому что знаешь, что если, не дай бог, ты сейчас уйдешь в сторону, то все это, да, то это плюс пойдет конкретный, да. А сколько было сытно на курсе? Сколько еще раз? Сын у тебя было вообще у нас? Да, да, да. У нас было сколько, 1600, наверное, да, где-то калорий? Да, начинала я с 1600, да. Это про то, что просто многие сейчас будут смотреть, чтобы не подумали, что мы там сидим на 1000 калорий, у нас такого... Нет, у нас было 1600 калорий, но так хорошо, вот правда, и так хорошо это все уходило, так замечательно было это все. Класс. Какой вес на сегодня у тебя? 53 килограмма. 53 килограмма вообще, вот ровно в два раза, человек стал просто ровно в два раза меньше. Да, и при том я вижу, что у меня появились мускулы. То есть, может быть, их виднее стало, потому что, короче, что ушло. Шубку сняли? Прорисовались. Ну... Женки, вот мы с тобой закончили, в принципе, работу с коррекцией веса, когда? Да. Еще... Февраль месяц... Февраль месяц я была 49 килограмм. 49 килограмм. Ты перешла на интуитивный период. Вот просто опиши, потому что для многих людей это тоже... Да, да. Вот у тебя такая порция, да. И ты знаешь примерно, что в этой порции у тебя должно быть, да. Естественно, я потом не стала эти курсы дальше идти. Ты уже сам смотришь вот это, вот это, вот это. Вот это моя тарелочка, да. То есть, это все было интуитивно, да. Да. Дальше питался. То есть, ты знаешь, что утром тебе это, это, это можно, да. И ты можешь... То есть, работает уже хорошо глазомер. Ты уже четко оцениваешь порцию, состав своей тарелки. Да, да. И ты смотришь, да, вот, что правильно, что неправильно. Это, естественно... Ой, я говорю, вот даже сейчас в отпуске были. Я пошла, все-таки для меня 53 килограмма, это как бы уже многовато, да. Но все равно вот насколько ты себе можешь позволить что-то там, там, сладкое, мучное? Позволяешь или стараешься вообще воздерживаться? Стараюсь избегать. То есть, если я начинаю только вот такое кушать, я быстро набираю свой вес. И поэтому я стараюсь этого избегать как бы, да. Ну, это, кстати, я сейчас скажу, это очень интересно, что вот если за собой вот наблюдать, у каждого есть кнопка пуск. И эта кнопка может находиться в любом продукте, да. Вот, допустим, у тебя сладкое, у меня тоже сладкое. То есть, эта кнопка, когда ты вот съедаешь, и все, тебя начинает сразу же уносить. Да. А для кого-то не обязательно, это не для всех. Кто-то может спокойно съесть кусочек себе, да, там, сладенького насладиться, и себе ходить довольны, и все. Главное, что зависимости не было. Вот. Ну, вот у меня точно так же. Поэтому я тоже стараюсь просто избегать. Либо есть там слабо-сладкое, мало-сладкое, да. Чтобы просто не было вот этого, знаешь, как это, пусковой такой крючок. Ты просто снимаешь этот крючок и понеслась. И понеслась, да. Вот, вот. Вот и я должен. Это так важно просто. Я говорю, для меня это важно смотреть за этим всем, да. Чтобы вот буквально вчера мы поехали на пикник. У меня у сестры день рождения было. Ну, и, в общем, прогулялись у нас по арене и сели. Они говорят, ну, все, теперь давайте кофе с тортиком пить. Я говорю, ну, давайте. Я достаю свой кусочек сырника. Вот она, сфотография вообще. Как-то в гости своим сырником. Достаю огурчики, помидорчики. Они говорят, ты че, у нас же вот тоже тортик. Я говорю, нет. У меня, говорю, другой. Она говорит, а у тебя че? Я говорю, у меня творожное. Она говорит, ну, у меня тоже творожное. Я говорю, ну, у тебя он с сахаром. То есть я поела свой сырник. И все, да. Поэтому я говорю, если... И просто я говорю, конечно, я... Если я вижу, что я чуть-чуть добавила, я потом стараюсь к тебе и бежать. Сразу Света. Света! Ну, это все по тобой. Ленчик, скажи, что кроме твоего веса и размера одежды, который, мне кажется, наверное, изменился на 10 размеров, если не ошибаюсь вообще. Что еще изменилось в твоей жизни? Вот просто 54 или 49 килограмм. Это же не просто цифра. Вот какая разница между 105 и 50 килограмм? Вот какая разница для тебя лично? Что ты сейчас чувствуешь? Для меня вот это вообще такая легкость, это свобода. Это то, что я в любой магазин могу зайти и купить себе, что я хочу, да. То есть когда тогда это было, это же... Ну, попробуй найти на тетку, которая 105 килограмм, которая размер 50 и слишком, да, что-нибудь красивое, да. Там 50-е, кстати, мне кажется, там даже не 50-е, это точно. И поэтому я говорю, а сейчас я захожу, у меня муж тоже, говорит, да, я говорю, вот в Италии были. Я набрала себе вещей, даже не мерилась, да, прибегая домой, такая, примиряйся, все такое. Он говорит, ну да, тебе даже сейчас мерить их не надо, взяла любую и подойдет, да. То есть с вещами, я говорю, ты красивые вещи находишь, не то, что ты тогда в мешочке эти одевал, да. Потом я себе чувствую аттрактивнее, да, просто привлекательнее, наверное, даже. И активной я стала, я стала очень активной. Я говорю, мы даже вот в отпуске были, мы ходили каждый день по 10 километров. Мы просто утром вставали, уходили и гуляли. А как твои отпуски проходили в 15 килограмм? Лежа на береге, как моржик. То есть ты пришел, да, тут детки, ты лежишь, смотришь, как они там. Я вот всегда замечаю, когда мы ездим в отпуск, я все время смотрю, наблюдаю, вот кто в основном лежит и еще кто лежит с едой. Это всегда полные люди, всегда. То есть это люди, которые имеют лишний вес, не полные даже, которые имеют прям много лишнего веса. Вот они всегда лежат, они практически не двигаются, даже не плавают. С одной стороны, у них всегда есть какая-то сладкая газировка, с другой стороны, обязательно какой-нибудь фастфуд или снеки. Это вот просто, где бы мы ни были, я все время наблюдаю и вот вижу, сразу же четко вот есть какие-то, что-то общее у людей. Вот это типично моя прошлая жизнь, да. Сейчас я на берег кроме воды ничего не беру. Тихих, что бы ты сказала нашим людям, которые сейчас будут смотреть, да, нас, и которые только принимают решение вообще начать худеть, не начать вообще, когда начать. Просто очень много людей, так же, вот как ты говоришь, да, они уже вроде бы пробовали все, уже сто раз пробовала голодать, каждый раз вес возвращается, и ты вообще не понимаешь, что с этим делать. Уже просто какая-то, знаешь, появляется неверие вообще в то, что это когда-то тебе поможет. Вот что бы ты им пожелала на этаж? Я желаю, что бы они прямо вот сейчас взяли и взяли за себя красивых, потому что дороже нас самих себе никого нету. И если мы для себя ничего не сделаем, никто другой не сделает. Я просто, полюбите себя, полюбите себя, девочки, их любят весь мир. Поддерживаю. Ну, тело это, наверное, та самая, не знаю, как даже сказать, знаешь, как говорят, машину можно взять на прокат, еще что-то, да. А это что-то, что нам дается один раз на всю жизнь. И действительно, если не заботиться, да, то, конечно, оно нам прослужит коротко, мало, да, и плохо будет служить. Если заботиться об этом теле, да, и вкладывать в него, и любить его, и любить, тоже, кстати, можно по-разному, можно любить и заливать его кока-колкой, вот, а можно любить и кормить его правильно. Просто, опять же, это тело у нас, мы видим, что снаружи, а что творится в нем внутри, мы не видим. И вот это вот самое страшное, то, что мы не видим, что творится в нем внутри, да. И если мы видим, что мы снаружи уже не ахте выглядим, да, то мы должны представить, что у нас происходит вовнутри нас, что там наши органы делают, если мы уже снаружи с собой недовольны, да. Да, ну лишний вес, это всегда является симптомом определенных нарушений состояния здоровья, это 100%. Поэтому не бывает такого, что внутри все прям прекрасно, еще есть лишние килограммы, это всегда ходит рука об руку. И потом никакая таблеточка в этом не поможет, потому что, глядя на меня, я вот выставляю много фотографий, да, там в Инстаграме, в Одноклассниках. У меня девочки пишут, Лена, ты что сделала? Я говорю, ну я по программе, я начала правильно питаться. А, ну ладно. А, это неинтересно. Ну да. Это мы и так знаем, что надо вот это сладкое искусить. Я думала, ты что-то интересное расскажешь. Да. А есть пару девочек, которые побежали прям к тебе, даже прошли сейчас школу, ну, прицелок, да, и худели с мужьями. Вот я сама просто, они пишут, говорят, Лен, правда, классно, и довольны собой, и пишут. Поначалу тоже писали, ну, типа, ой, как тяжеловато. А потом мы прямо довольны остались, что, видят ты, результат-то видят. Я понимаю, что тяжеловато, но ты смотришь на результат, ты смотришь на тот период, который ты проходил, он был нелегкий, чтобы привыкнуть к этому, да. Ну, просто видя все, что произошло с тобой за это время и какая ты стала, да, они просто довольны. Можно сказать так, оно того стоило. Конечно. Огромное тебе спасибо, просто я очень люблю проводить такие интервью, потому что они очень сильно людей вдохновляют и воодушевляют, просто даже на действия. Потому что все мы, ну, в принципе, мамы, мы все жены, мы все работаем, у нас всегда не хватает времени на себя, на все хватает, кроме себя. Вот, и такие истории, они действительно, ну, показывают, что все возможно. Можно быть и мамой, можно быть мамой четверых детей, четверых детей, вот. При этом еще иметь огромный дом, я представляю, сколько там всего. У меня был дом не такой большой, но тоже работа была с утра до ночи. Вот, еще ты жена, и ты все равно находишь время и возможность на себя. Это очень круто. Огромное тебе спасибо за это интервью. Тебе спасибо, Света, я тебе так благодарна, правда. Ты мне просто научила по-новому жить, по-новому смотреть на жизнь. Ты вот как тот светик-семицветик, который исполняет семь желаний. Спасибо, дорогая. Я вот так и думала об этом, я говорю, правда, Света, это как светик-семицветик. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.